В большинстве наших городов уже наступила теплая весна, а даже если не наступила, то скоро наступит. А это значит, что сейчас самое время выпрыгнуть из своих надоевших черных, темно-синих или темно-серых аутфитов и попробовать эффектные, благородные и гармоничные цветовые сочетания в своем ежедневном стиле. И мое сегодняшнее видео вам в этом поможет. Всем привет, меня зовут Елена Галант и как вы сами меня короновали, я мастер цвета. В этом видео я для вас подготовила 10 аутфитов, 10 коллажей, с помощью которых покажу вам интересные, необычные, интеллектуальные цветовые сочетания, с помощью которых вы сможете освежить свой ежедневный стиль. Это будут конкретные аутфиты, которые я вам буду показывать, аутфиты, которые я создала из тех вещей, которые вы сейчас сможете найти онлайн у различных масс-маркет брендов и не только. Так что пока я буду рассказывать, вспоминайте, какие яркие, насыщенные цвета есть в вашем гардеробе. Если чего-то не хватает, открывайте мой инфобокс, потому что каждая, абсолютно каждая вещь, которая будет показана в этом виде, это реальная вещь, которую вы сейчас можете купить онлайн. Итак, коллаж номер один, аутфит номер один и цветовое сочетание, которое вы точно должны опробовать, потому что в нем существуют необычные яркие цвета, трендовые цвета, а именно фисташковый, сиреневый, фиолетовый. Именно это цветовое сочетание, во-первых, является абсолютно трендовым, свежим, неизношенным. И самое главное, что с помощью вот таких цветовых сочетаний вы точно не останетесь незамеченной. Итак, в качестве примера хочу вам показать подиумный аутфит, это показ Валентина. Посмотрите, насколько безумно интересно и глубоко смотрится вот такое сочетание трех цветов. Итак, как мы можем воссоздать это цветовое сочетание в своем ежедневном стиле? Все очень просто. Итак, немного упрощаем образ, для того, чтобы он гармонично смотрелся на улице в ежедневном стиле. Берем фиолетовые широкие брюки в пол, которые я нашла на сайте LaModa. Честно, не помню бренд, но вот эти брюки идеально нам подходят и по фасону, и по цвету. Добавляем фисташково-пастельный джемпер. Есть, кстати, несколько вариантов, которые я для вас подобрала. В различных ценовых сегментах есть и дорогие кашемировые, есть и недорогие джемперы, которые я нашла на Asos. Но то, что их объединяет, это то, что они все примерно в одном и том же оттенке. Некоторые джемперы чуточку уходят в фисташковый цвет, есть пастельно-бирюзовые джемперы. В принципе, это не принципиально, и на нашу цветовую схему это никак кардинально влиять не будет. Добавляем сиреневую джинсовую курточку, которую я нашла на сайте Asos. Это отличная вещь для весеннего или осеннего гардероба, если мы хотим добавить немного цвета в свой стиль. Добавляем сиреневую сумку бренда Botcare, которую я нашла на сайте Shopbop. Она идеально вписывается в этот комплект. Фиолетовые очки. В принципе, их сейчас очень много. Вы можете выбрать и полупрозрачные сиреневые очки, и более яркие фиолетовые очки с зеркальными линзами. Вот эти фиолетовые очки, которые я буду использовать в коллаже, это бренд Polaroid. Я их нашла на сайте LaModa. И изюминкой этого образа вот такой двухсторонний шарф, который я сейчас нашла на сайте Shopbop. Он продается с хорошей скидкой. Это middle market сегмент. Не буду врать, он не слишком дешевый. Но мне понравилось, безумно понравилось вот это сочетание двухстороннего шарфа. Сочетание двух цветов, которые присутствуют в этом шарфе. И как мне кажется, именно благодаря этому шарфу образ становится необыденным и очень интересным и трендовым. Вот такой образ номер один у меня получился. Повторяю о том, что ссылки на все те вещи, которые вы сейчас видите на своих мониторах, я оставляю в инфобоксе. А образ номер два, это образ, который я буквально пару дней назад опробовала на себе. Вы уже видели этот образ и у меня в инстаграм, в сториз и в основном профиле. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, если хотите первыми видеть вот такие необычные яркие цветовые решения. Итак, что мы видим в этом образе? Мы видим персиково-оранжевые коралловые оттенки на фоне спокойного песочного бежевого цвета. Бежевый цвет здесь как холст выполняет объединяющую роль. И нам остается только взять любые кораллово-персиковые оттенки. Итак, курточку на мне вы видите бренда Pieces. Я ее купила на сайте Asos. Уже несколько раз я говорила вам о том, что купила эту куртку. Безумно довольна, практически на каждый день сейчас ее ношу. Кстати, вы мне сами подсказали в комментариях в инстаграм, что точно такую же видели еще у Stradivarius. Тоже оставлю на нее ссылку. Ну, а если вы можете себе позволить более люксовый вариант, есть две куртки точно такие же, но, скажем так, в более благородном исполнении. Первая это бренд Kenzo, потрясающе стильно смотрится. И вторая куртка это бренд Theory. Это все, ну, скажем так, высокий middle market сегмент. Но именно эти курточки будут смотреться не просто стильно, но еще и дорого и благородно. Мой свитшот бренда Reserve, я тоже о нем рассказывала, когда ходила на шопинг в офлайн магазин Reserve. Но, к сожалению, многие не смогли найти этот свитшот, потому что он продавался в отделе скидки. И на сайте его уже нет, поэтому или ищите его в каких-то реальных офлайн магазинах бренда Reserve. Или же в качестве альтернативы я предлагаю подобрать вот такой мужской свитшот, который я нашла на сайте Asos. Он точно такой же объемный, удлиненный, как и мой, но просто из мужского отдела. Или, если продолжать логику люксового варианта этого образа, то я для вас подобрала потрясающий джемпер, слегка рванный, очень стильный и очень трендовый бренда Unravel. Потрясающе стильно он смотрится, и он именно точно такого же яркого насыщенного оттенка, как и мой свитшот. Добавляем недорогие ярко-оранжевые брюки, узкие брюки, для того, чтобы их можно было вправить в сапоги песочного цвета. Добавляем яркую сумочку примерно в оттенке самого свитшота. И, если уж говорить полностью про то, как сложился мой образ, то я для вас подобрала и точно такие же подвески, монетки и разноцветное колье, которые вы видели на мне в моем образе, когда я его публиковала в Instagram. И вот такой яркий, необычный образ у меня получился всем любителям опробовать трендовый коралловый цвет, но не знающим, как его облагородить, сделать так, чтобы он не выглядел слишком кричащим. Этот образ всем вам посвящается, потому что в таком образе все яркие, насыщенные кораллово-оранжевые оттенки будут выглядеть благородно и спокойно. Оставлю ссылки и на люксовый вариант этого образа, и на более доступный вариант этого образа в инфобоксе. Кстати, и сумок я тоже несколько подобрала вариантов и подороже, и подешевле. В любом случае, если вы вдохновились этим образом, открывайте мой инфобокс, а мы переходим к образу номер 3. И вдохновилась я этим цветовым сочетанием, когда увидела вот эту фотографию в Instagram. Посмотрите, насколько классно смотрятся лазурно-синие оттенки вместе с персиковым оттенком бежевого цвета. Еще хочу вам показать образ, стрит-стайл образ, который я нашла на Пинтересте. Мы его, скажем так, немного усложним, но за базу возьмем именно вот этот образ. Итак, берем зеленые брюки. Кстати, есть несколько вариантов. Я в качестве примера выбрала эти льняные брюки бренда Whistles. Они слегка укороченные. Затем добавляем блейзер бирюзового оттенка. Это бренд Stradivarius. Кстати, он продается и на официальном сайте Stradivarius, и на сайте LaModa, и, кажется, еще и на сайте Asos. Так что выбирайте, где вам удобнее шопиться. И добавляем персиковую сумочку. В качестве примера я возьму люксовую сумку бренда Chloe. Но точно такую же сумку, скажем так, раз в 20 дешевле я для вас подобрала. Она даже визуально похожа на сайте LaModa. И вот такой образ у нас получается. Безумно я довольна результатом. Зеленый плюс пастельно-бирюзовый и в качестве яркого, необычного акцента персиковая сумка. Нам остается только добавить белые ботильоны, которые будут перекликаться с белой водолазкой, которую я подобрала к этому образу. И белый цвет, который будет играть роль нейтрального объединяющего переходного цвета. Идем дальше. Четвертый образ. Самый нежный, самый пастельный в этой подборке. Итак, мы с вами говорим о сочетании пастельно-голубого, пастельно-сиреневого цветов с маленьким акцентом. Итак, берем в качестве примера мой образ, который вы недавно видели на корпоративной странице инстаграма. Это те туники, которые продаются у меня сейчас на сайте. Кстати, они на данный момент есть во всех размерах. На мне размер XS, как вы видите, достаточно плотно сидит эта туника. Мне сейчас нравится носить именно вот такие вещи, которые подчеркивают хрупкость моей фигуры груша. Добавляю сиреневые брюки манго. К сожалению, они уже везде раскуплены. Я их покупала где-то полтора года назад. Но в качестве альтернативы я нашла очень похожие брюки и на сайте Ламода, и на других сайтах. Добавляем сиреневые большие акриловые кольца, которые я себе купила пару дней назад. И которые, мне кажется, идеально вписываются в этот образ. Это бренд Культ Гай. Кстати, очень ими довольна. Они очень качественно и добротно выглядят. И добавляем в качестве яркого пятна фиолетовую сумочку бренда Вандлер. Они сейчас есть в точно таком же варианте, но немного светлее. Это, сути дела, не меняет. В любом случае, образ у нас получается весь вокруг фиолетово-голубых оттенков. Великолепное сочетание фиолетового и голубого. Пыльно-голубого. Обязательно его опробуйте. Оставляю ссылки на все эти вещи, включая мою тунику в том числе. А мы переходим к следующему пункту. Пятый образ. В качестве примера хочу вам показать эту фотографию, которая иллюстрирует, насколько превосходно сочетается насыщенный красный цвет и слегка припыленный голубой. И я специально вам хочу показать образ одного из моих любимейших фэшн-блогеров, Блэр Иди. Я много раз рассказывала про нее. Она меня всегда вдохновляет. Итак, я специально выбрала этот образ, потому что хочу вам проиллюстрировать, как можно обыграть банальный черный брючный костюм, который я знаю, что точно есть в вашем гардеробе. Итак, для того, чтобы он засверкал новыми красками, мы добавляем к нему вот это сочетание спокойного пыльно-голубого цвета и яркого насыщенного красного. Я решила добавить рубаху, потому что в принципе в большинстве из наших городов уже будет достаточно тепло, чтобы носить просто рубашку под костюм, а не водолазку, как это в оригинальном образе. Итак, цветные колготки, которые, наверное, вы сможете найти в магазинах Кальзидония. В принципе, я думаю, что не проблема подобрать цветные голубые колготки. Это могут быть просто высокие гольфики. Главное, чтобы это были капроновые, плотные, цветные колготки или гольфики. И в качестве ярких, привлекающих внимания акцентов мы выбираем маленькую красную сумочку с короткими ручками, для того, чтобы она выглядела максимально кокетливо, аккуратно, интеллигентно. И красные лодочки. Желательно, чтобы вы выбирали бархатные лодочки, потому что с плотными колготками именно бархат, бархатная обувь выглядит особенно гармонично. Я уже много раз рассказывала про этот трюк в своих видео. Бархат имеет матовость. Колготки плотные тоже всегда матовые. И благодаря этому у нас будет объединяющий момент в плоскости фактуры. И такие же очки, которые я нашла на сайте Манго. Черные очки с не слишком яркой красной пластиковой оправой. И вот такой образ мы с вами воссоздали. И я надеюсь, что этот образ вас вдохновил как можно разнообразить свой скучный, но такой любимый и родной черный брючный костюм. Шестой образ. Вы его уже видели в одном из моих видео примерно 3-4 недели назад. Но я решила его еще раз показать в этом видео, потому что он идеально вписывается в концепцию этой темы. Итак, мы берем припыленный оттенок хаки. Наверняка у многих из вас есть подобные брюки. И важно подчеркнуть, что это именно припыленный оттенок цвета хаки. Добавляем сиреневый припыленный цвет в виде моего шерстяного жилета. Это Virgin Wool, 100% итальянская шерсть. Они остались буквально в нескольких экземплярах. Кажется, только в размере S. Но в принципе они достаточно полномерные, то есть их можно надеть и на чуточку большую фигуру, и на чуточку меньшую фигуру. Но самое главное это сочетание двух припыленных оттенков. Припыленного сиреневого и припыленного цвета хаки. В качестве объединяющего нейтрального цвета я выбрала молочный мягкий оттенок белого цвета. Самое главное, чтобы он здесь не был слишком пластмассовым, чтобы этот белый цвет не был как белый цвет офисной бумаги. Нам нужен именно такой же припыленный белый оттенок. И именно молочный спокойный оттенок белого цвета играет идеально эту роль. И сумочка Юзефи, которую я уже несколько месяцев ношу и тоже очень ею довольна. Кстати, она сейчас ресток, то есть она заново появилась в продаже на сайте Net-a-Porter, так что если вы присматривались к этой сумочке, сейчас самое время ее купить. Потому что, насколько я вижу, она лоу-сток, то есть осталось всего лишь несколько моделей. Седьмой образ. Я всегда считала, что именно это цветовое сочетание, если мы говорим про насыщенный зеленый, идеальный компаньон для зеленого цвета. Потому что это то, как выглядят большинство цветов. Зеленый стебель насыщенного яркого цвета, зеленые листики и нежный розовый цветок. Вот именно это сочетание великолепно работает друг с другом, потому что у нас подсознательно включаются ассоциации цветка, будь то тюльпан, пион или просто пастельно-розовая роза. Итак, я беру зеленое платье бренда Oysha, добавляю слегка укороченную, но oversize, то есть объемную пастельно-пастельно-нежно-розовую джинсовую куртку бренда Stradivarius. И чтобы образ еще больше заиграл, чтобы сделать его еще более интересным, я добавляю пастельно-лимонную сумочку бренда Nikajani. Посмотрите, насколько кокетливо и классно она смотрится именно в этом образе. Розовые туфли, пастельно-розовые туфли, которые будут перекликаться с джинсовой курточкой. И в качестве, ну скажем, такого трендового элемента, чтобы образ еще больше заиграл всеми цветами радуги, я добавляю резинку шарфик. В принципе, подобные резинки вы можете и сами сделать. Конкретно эту резинку я нашла на сайте Shopbob. Когда я ее увидела, я поняла, что она идеально вписывается в этот образ и по стилю, и по цвету. По стилю она будет потрясающе перекликаться с женственным платьем, эклектично смотреться с джинсовой розовой курточкой и прекрасно, как я уже сказала, вписывается в цветовую палитру. И опять же, хочется добавить цветное ожерелье, возможно, несколько подвесок, трендовых подвесок с монетками, потому что вырез на платье предполагает наличие каких-то украшений в зоне декольте. Причем хочу подчеркнуть, чтобы эти украшения были максимально тонкими, изящными. У нас есть достаточно непростое, достаточно, ну скажем так, яркое цветовое сочетание, поэтому в аксессуарах хочется себя сдерживать и держать, ну скажем так, в рамках тонких, аккуратных линий. Именно поэтому я предлагаю вот такие аккуратные, тонкие ожерелья. И еще раз хочу вам в конце показать коллаж, который у меня в итоге получился. Это образ коллаж номер 7. А вот аутфит номер 8, это тот аутфит, в котором я сейчас стою перед вами. На мне вы видите мою тунику с глубоким разрезом в цвете фуксия, достаточно яркий, агрессивный цвет. И так случайно получилось, что юбка манго, которую я купила несколько недель тому назад, кстати, она сейчас продается и на официальном сайте манго, и на сайте ламода со скидкой. Посмотрите, насколько эта юбка идеально сочетается с этой туникой. Честно, это было случайное попадание, я просто купила эту юбку, потому что мне понравился фасон. И просто изумилась, когда увидела в зеркале и решила опробовать это сочетание туники и юбки. Ну а если мы говорим про цветовое сочетание само по себе, то, конечно, это очень агрессивное, яркое цветовое сочетание. Его лучше пробовать, ну скажем так, на какой-то вечерний выход или на каждый день, но если вы любите создавать претензионные образы на каждый день. И чтобы не перегрузить это яркое, необычное цветовое сочетание фуксии и красного цвета, мы полностью во всех остальных элементах образа уходим в нейтрально-черный цвет. На мне вы видите сапоги бренда Stuart Weitzman, они тоже сейчас продаются на нескольких онлайн-магазинах, мультибрендовых магазинах. Предлагаю вам заменить их обычными трендовыми черными сапогами на невысоком каблуке, может быть тонком или широком. Главное, чтобы это были сапоги с широким голенищем, чтобы создавать трендовый силуэт. Ну и нейтральное черное пальто и черную сумку, как я уже говорила, для того, чтобы успокоить этот яркий, безумно яркий образ. Девятый образ. Я решила еще раз опробовать фисташковый цвет, потому что это, ну скажем так, необъявленный тренд, цветовой тренд 2019 года. Именно фисташковый, пастельный, красивый, нейтрально-фисташковый цвет стал цветом номер один в 2019 году, если мы говорим про уличную моду, про те образы, которые мы видим на неделях моды, на самых главных инсайдеров, фэшн-инсайдеров модной индустрии. В качестве примера я вам показываю вот такой образ, к сожалению, ничего другого я не нашла, это зимний образ, но я думаю, что нам этого будет достаточно для того, чтобы воодушевиться цветовым сочетанием фисташкового плюс невиблю, то есть темно-темно-синего цвета. Итак, берем базовое платье в белевом стиле, фисташковом цвете, это бренд Manga, добавляем oversize, то есть объемный пиджак, это именно пиджак, это не жакет, потому что он покроен как настоящий мужской пиджак. Это стопроцентный лен, я его нашла на сайте LaModa, не помню, как бренд называется, но я решила создать именно вот такое трендовое сочетание белевого платья и объемного удлиненного блейзера, для того, чтобы попутно вам еще и проиллюстрировать самый трендовый силуэт и самое трендовое сочетание одежды, которое существует на данный момент. Многие блогеры и стилисты сейчас щеголяют именно в подобных образах, это платье в белевом стиле плюс oversize жакет или это допустим юбка в белевом стиле, атласная юбка плюс тонкий топ или плюс базовая белая футболка и плюс вот такой вот объемный пиджак. И чтобы уж полностью уйти в трендовый аутфит, я решила добавить ugly sneakers, то есть массивные кроссовки, в моем коллаже вы видите трендовые кроссовки бренда Balenciaga, не волнуйтесь, я для вас подобрала список из пяти аналоговых массивных кроссовок, и не только массивных, которые отлично впишутся в данную цветовую схему и в данный конкретный образ. Так что кроссовки Balenciaga это не единственная опция для данного образа. Добавляю все те же серьги, акриловые цветные серьги бренда Cult Guy, которые сейчас продаются на сайте Netaparte, но уже в другом ментоловом оттенке. И много-много тонких, изящных, аккуратных украшений, потому что когда мы говорим про платье в белевом стиле или топ в белевом стиле на тонких бретельках, особенно с присутствием кружева, то и украшения хочется подбирать такие же ажурные, аккуратные, тонкие. И даже так получилось, что даже кольцо я нашла в точно таком же оттенке камня, тоже на сайте Mango, недорогое кольцо, но оно полностью закрывает и делает этот образ абсолютно гармоничным и целостным. И нейтральная белая сумка, потому что кроссовки у нас на основе белого цвета. Белый это тот переходной цвет, который будет хорошо смотреться в данном цветовом сочетании, особенно когда мы говорим про сезон весна и лето. Вот такой яркий образ у меня получился. Ну и образ номер 10, естественно, я не могла пройти мимо неоновых трендовых оттенков, потому что неон это один из самых ярких и интересных трендов в 2019 году. И в качестве примера я хочу показать готовый образ, который недавно опубликовала моя любимейшая блогерша The Atlantic Pacific, только что о ней говорила, Blair E.D. И посмотрите, насколько безумно ярко смотрится сочетание двух неоновых оттенков в одном образе. Я прекрасно понимаю, что это только на любителя, что это только на очень смелого человека, но я точно знаю, что среди вас много есть и таких. И еще обратите внимание на потрясающий стилистический трюк, который эта девушка использовала в данном образе. Она надела две плессированные юбки одномоментно для того, чтобы создать иллюзию многослойности, иллюзию сложного кроя. Одна юбка это бренд Asos, все это сейчас есть в наличии. Вторая юбка это бренд Stradivarius. И как раз идеально подошло, что одна юбка чуть длиннее, чем другая юбка. Оставляю ссылки на все эти юбки в инфобоксе. Конечно, такой образ прежде всего подойдет или фигуре перевернутой треугольник, или просто очень тонкой, изящной девушке. Потому что плессированные юбки всегда добавляют тяжести низу. А если же это две плессированные юбки, то вы можете понимать, насколько будет утяжеляться низ. Но если вы перевернутый треугольник, так это как раз то, что вам и надо. И все остальные неоновые оттенки, прозрачная сумка, которая продается сейчас на сайте Shopbob, и полупрозрачные босоножки. На все эти вещи я тоже оставляю ссылки в инфобоксе. Безумно яркий, хулиганский, дикий образ. Но вы обязаны его опробовать, если вы такая же смелая. Ну что, я надеюсь вам понравились уроки цветовых сочетаний, сложных, непростых цветовых сочетаний у меня на канале. Кстати, у меня был плейлист, где я отдельно рассказывала про теорию цветовых сочетаний, как складывать цвета, как их миксовать между собой. Если вам интересно понимать теорию всего того, что я сейчас проговорила, то я оставлю ссылку на этот плейлист в инфобоксе. А я буду с вами прощаться. Не забывайте открывать мой инфобокс, где есть ссылки на все-все-все вещи, которые я показала в сегодняшнем видео. Ну а я вам просто пожелаю солнечной весны, хорошего настроения. И пускай яркие, насыщенные цвета всегда присутствуют в вашей жизни, в эмоциях прежде всего. Портретная зона человека – это то, на что мы обращаем больше всего внимания, когда разговариваем с человеком. Портретная зона – это и есть то, что вы сейчас видите, глядя на меня. Именно поэтому сбалансированный гардероб считается тот, в котором на один низ приходится как минимум два верха. В этом видео я вам покажу топ-100 самых интересных верхов, которые вы сейчас можете найти онлайн у различных масс-маркет-брендов. Это будут топы, блузы, интересные варианты футболок. Так что в этом видео вы узнаете, как разнообразить и как сбалансировать свой весенне-летний гардероб. Оставайтесь со мной, мы с вами уже на полпути к своему идеальному гардеробу.